Глубоко уважаемые президиумы, глубоко уважаемые коллеги. В своей работе мы попробовали оперировать вторую стадию плоскоклеточного рака яичника после предоперационной, неодевантной, после неодевантного комплексного лечения. Здесь показан состав больных, значит, в группу, где в схему полиразиомодификации ввозилась озонокислородная смесь, значит, вошло 50 больных и в группу сравнение 53. Значит, здесь представлено распределение больных раком шейки матки по степени дифференцировки опухоли. Значит, здесь показаны методы обследования, значит, которым подвергались пациенты. Они все стандартные. Хочу сказать, что периодически не работали такие методы обследования, как МРТ, компьютерная томография, приходилось больных диагностировать рактовагинальным методом исследования. Значит, также мы определяли степень лечебного помптоморфоза, определили степень насыщения кислорода опухоли и контроль уровня кислорода в опухоли в ходе ректальной инсуфляции озонокислородной смеси. Здесь я хочу сказать, что когда мы планировали, значит, добавление в схему озонокислородной смеси, мы видели для себя два метода доставки озонокислородной смеси. Первый – это перфузик кристаллоидных растворов озонокислородной смесью. Во время исследования оказалось, что никакого достоверного влияния на оксигенацию опухоли системное воздействие не имеет. Поэтому мы применили, значит, методику ректального введения озонокислородной смеси, которая заключается в том, что, значит, здесь показано, что сочетно-лучевая терапия проведена всем пациентам, химиотерапия всем пациентам, ректальная инсуфляция также всем пациентам и всех пациентов. Значит, в итоге мы смогли прооперировать, то есть никаких преград у нас не оказалось. Значит, для проведения ректальной инсуфляции озонокислородной смесью перед каждым сеансом облучения был использован аппарат Мендозон-БМ с подачи озона на выходе 10 мкг на мл в дозе 1,5 литра, суммарная доза 15 мг озона. Значит, как мы это делали технически? Мы брали обычный мочеприемник, наполняли полутора литрами озонокислородной смеси и через ректальный наконечник болюсно в течение 10 минут вводили в прямую кишку. Значит, никаких явлений из дискомфорта, которые бы способствовали непроведению этой процедуры, больные не испытывали. Значит, также совместно с инженерами из авиационного института мы разработали зажим для определения оксигенации в опухоли. Значит, принцип работы фотоплитизмометрических датчиков для контроля насыщения опухолей кислородом опухолевой ткани очень прост. В инфракрасном источнике света стоит фотоприемник. На этот датчик мы получили, значит, патент в 2012 году. Значит, этот зажим подключается к обычному прикроватному монитору. И после наложения на опухоль мы фиксировали, значит, изменения. На данном графике показана на нижнем, значит, оксигенация опухоли шейки матки и выше оксигенация нормальной шейки матки. Значит, мы определили, на какой минуте после ректального введения появляется максимальная оксигенация опухолевой ткани. Это была 30-я минута, и эффект сохранялся в течение полутора часов. В это время больные получали лучевое лечение. Значит, дальше мы определились с дозой. Какая же доза будет оптимальна для максимальной оксигенации опухоли? И оказалось, что эта доза является полтора литра. Мы достигали оксигенации в опухолевой ткани 98,8%. Было отмечено значительное снижение осложнений лучевых. Это лучевой колит снизился в два раза, и лучевой цистит снизился почти в три раза. Далее мы должны были оценить, надо это делать или нет. Посмотреть степень лечебного патоморфоза как единственный адекватный критерий эффективности предложенной нашей схемы. И оказалось, что степень лечебного патоморфоза, значит, третьей и четвертой степени при применении озонокислородной смеси, значительно выше, чем в группе сравнения. Дальше мы посмотрели выживаемость. И оказалось, что однолетняя выживаемость 92,4%, трехлетняя 83,3%. И вот недавно мы получили пятилетнюю выживаемость. В основной группе пациентки все, что были на трех годах, остались живы. В группе сравнения пятилетняя выживаемость 76,3%. Также здесь показана группа больных, которая получала химио-лучевое лечение в количестве 184 пациенток. И мы получили пятилетнюю выживаемость 65,9%. Но эта группа еще подлежит дополнительному просчету, поскольку в процессе диспансерного наблюдения значительное количество пациенток имело либо продолженный рост, либо рецидив, и они были оперированы. Выводы. Выводы. Ректальная инсуфляция озонокислородной смеси является эффективным методом оксигенации опухоли при раке шейки матки. Показатели оксигенации, по нашим данным, составили 98,8%. Разработан неинвазивный способ оценки насыщения опухоли кислородом у больных плоскоклеточным раком шейки матки 2-й быстадии путем использования пульсоксиметра, отличающийся тем, что источник и приемник излучения вмонтированы в конструкцию бранш-медицинского зажима. Сравнительная характеристика результатов комплексной терапии рака шейки матки показала превалирование больных раком шейки матки с химиолучевым патоморфозом 4-й степени, 46% в основной группе, в группе сравнения – 32%, что указывает на радиомодифицирующие действия озонокислородной смеси. Также выявлено, что показатели лучевого колита и цистита в группе с использованием озонокислородной смеси значительно ниже, чем в группе сравнения. Изучение сравнительной характеристики выживаемости больных раком шейки матки показало, что в группе больных с использованием озонокислородной смеси в комплексной терапии показатели трехлетней и пятилетней выживаемости превышают аналогичные показатели группы сравнения. Благодарю за внимание. Спасибо вам большое. Спасибо. Вопросы, уважаемые коллеги? Да, пожалуйста. Людмила. Спасибо за доклад. Да, спасибо за представленный доклад. Может быть, я что-то где-то не поняла. Скажите, пожалуйста, химия-лучевое лечение больных проводилась на фоне озонотерапии, я так понимаю, гипоксические смеси. Но в свое время я помню еще Голдубенко, все хорошо его помнят, который использовал эти гипоксические смеси для лечения больных ротоглудки. Азотокислородные смеси. Ну, азотокислородные немножечко, да? Значит, у меня такой вопрос. Вы проводили эту процедуру непосредственно перед лучевой терапией или за несколько часов до лучевой терапии, или во время лучевой терапии? Эту процедуру мы проводили перед лучевой терапией, значит, и мы показали, что через 30 минут имеется максимальная оксигенация опухоли шейки матки, которая сохраняется в течение полутора часов. И как раз в этот промежуток пациентка успевала пройти сеанс лучевой терапии. Спасибо. Еще второй вопрос. А химиотерапию как больные получали? До лучевой терапии, вот в монорежиме, или после лучевой терапии в эти дни? Химиотерапию пациенты получали раз в неделю 40 мг цисплотина внутривенно, параллельно. Параллельно с лучевой терапией. То есть больна укладывалась на аппараты и, соответственно, проводилась и химиотерапия. Еще один вопрос. А почему Вы выбрали именно ректальный способ введения этой смеси? Я уже сказал, что мы исходили из того, что опухоль находится в состоянии оксигенации. Мы попробовали системную озонотерапию, которая не дала никакого эффекта. И мы решили попробовать локальное воздействие, поскольку известно, что из прямой кишки озонокислородная смесь всасывается в кровь. И мы получили эффект оксигенации. А еще один момент. А использовались опухоли с каким ростом? Экзофитным, смешанным, эндофитным? Какие превалировали опухоли? Вот Ваше исследование. Уважаемая Людмила Ивановна, значит, мы специально не считали, потому что пациенты, ну, специально мы их не выбирали. Те, которые шли, были опухоли и с экзофитным компонентом, и смешанные, и эндофитные опухоли. Мы на это не акцентировались. Хотя это все можно поднять. Продолжение следует...